В этот день, 21 февраля 1848 года, вышла в свет одна из главных книг «Коммунизма» — манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса. Именно оттуда мир подчеркнул лозунг «Пролетарий всех стран соединяйтесь». 21 февраля 1920 года образована Государственная комиссия по электрификации России — Гойл-Ро. 21 февраля в 1935 году в Москве открылся первый в СССР международный кинофестиват. В этот день, 21 февраля, родились Карл Петер Унерих фон Шлезвик Гольштейн Готторпский, он же император Пётр III. Его царство не было одним из самых коротких в российской истории, закончилось она дворцовым переворотом во главе с его супругой императрицы Екатерины. Михаил Радзянко. Политик, долгие годы председатель Государственной думы. 1917 год стал определяющим для истории России. Год двух революций, отречения императора и мятежа генерала Корнилова. В событиях столетней давности решалось, по какому пути пойдет крупнейшая страна. И одну из решающих ролей в тех событиях играл Михаил Радзянко. Михаил Владимирович родился в семье крупных Екатеринославских помещиков. И дед, и отец его сделали отличную карьеру. Удачно послужили в гвардии, были видными деятелями в жандармском управлении. Поначалу казалось, что Михаил пойдет по протаренной дорожке. Он поступил в Пашевский корпус, потом в Кавалергардский полк. Но после пяти лет службы Радзянко-младший ушел в отставку и начал активную политическую жизнь. Михаил Владимирович последовательно был почетным мировым судьей, уездным предводителем дворянства, гласным, то есть депутатом, уездным и губернского земства, а потом стал и председателем губернской земской управы. Многие общественные деятели именно в земствах видели будущее России. Люди занимались благоустройством страны на местах. Делали все, чтобы их ближние могли получить и образование, и медицинскую помощь. В самом конце века Радзянко стал говмейстером царского двора. Или, как бы сейчас сказали, управляющим. Позже его личное знакомство на этом посту с государем сыграет значительную роль в истории. В Радзянко уживались два начала. Он был монархистом, оставаясь приверженцем крайне либеральных взглядов. Он приветствовал манифест 17 октября и дарование России Государственной Думы. Михаил Владимирович быстро нашел себе единомышленников в союзе 17 октября партии, собравшие в себя сторонников монархии, пусть и ограниченные. В эту партию входили известные деятели эпохи, выдающийся адвокат Плевака, поэт Александр Столыпин, брат премьера-министра, знаменитый ювелир Карл Фаберже. Вскоре октябристы стали самой влиятельной депутатской фракцией. В Думе третьего созыва председательствовал глава партии Александр Гучков. Следующий созыв Думы возглавил лично Радзянко. Он стал важным элементом государственного механизма, будучи передаточным звеном между троном и Государственной Думой. И поначалу Михаил Владимирович был одним из горячих сторонников курса императора Николая. Но со стартом Первой мировой войны политические пути Радзянко и государя расходились все дальше. Он был против назначения императора главнокомандующим. Критики монарха с его стороны становилось все больше. Притом Радзянко, чувствуя приближение революции, был против и переворота. Отныне должен быть у всех русских граждан один лозунг. Все для армии, все для победы над врагом. Все должно быть сделано для того, чтобы в полном и крепком единении сокрушить тех, кто дерзает посягать на величие России. Но в стране все больше зрели антиимператорские настроения. И вот метущийся Радзянко сделал свой выбор. Он был одним из тех, кто уговаривал государя отречься. И больше того, в последний день монархии он явился к брату царя Михаилу и стал уговаривать отречься от престола и его. Это было началом конца. Начавшаяся революция погубила не только монархию, но и прежнюю Россию, да и карьеру Радзянко. Михаил Владимирович не оставлял попыток влиять на жизнь в стране, но его репутация была уничтожена. Для одних он был предавшим царя интриганам, для других – царским прихвостням. Он поддержал неудачный мятеж Корнилова, потом принтнул к белой армии. Почти что на его руках умирал первый лидер белого движения – Лавр Корнилов. Так Радзянко стал свидетелем и участником всех бурь этого времени. После поражения в гражданской войне, разбитой и раздавленной, он уехал на Балканы, где вскоре и умер.